Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 августа. Память преподобных отец наших, Исаакия, Далмата и Фавста. Преподобный Далмат жил в царствовании Феодосия Великого, послужил в войске и пользовался уважением царя, затем, презрев для Бога все мирское, он оставил жену и детей, взял с собой одного только сына, Фавста. Он пошел к преподобному Исаакии, имевшему обитель близ Константинополя. Здесь они были пострижены преподобным Исаакиям, выносивский чин, и оба вели богоугодную жизнь, постоянно соблюдая строгий пост. Когда преподобный Исаакий, уже достигший глубокой старости, почувствовал приближение смерти, то созвал братья и преподавие последнее наставление. Он поставил игуменом вместо себя преподобного Далмата, от имени которого и самая обитель получила впоследствии название Далматской. Исаакий умер в 383 году. Патриархом цареградским Актиком преподобный Далмат был рукоположного священника. Он проводил жизнь полной воздержания, и однажды великий пост в течение сорока дней не вкушал пищи. Постому молитвы преподобный Далмат побеждал бесовскую силу. Он подвязался против видимых служителей, беса, еретиков, нестариан, хуливших при чистую Матерь Божию. Преподобный Далмат был действительно деятельным помощником святых отцов Третьего Вселенского Собора, заседавшего при дворе Феодосия Младшего в Ефесе. Этим преподобный Далмат приобрел в себе любовь царя и святых отцов, которые сделали его архимандритом Далматской обители, отдав таким образом почти всю свою жизнь на служение Богу. Преподобный Далмат отошел в глубокой старости в вечность. Время кончины его с точностью неизвестно, можно только сказать, что он жил еще при святом Прокле и умер, и погребен. Преподобный Фав, подобно своему отцу, был великим подвижником. Он строго соблюдал заветы иноческие, и из них особенно пост. Скончав течение здешней земной жизни, он переселился в вечные обители и в бессмертной жизни, причем к лику преподобных отцов. Святая Шушаник скончалась в 475 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok